Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Кричать про остановку здесь смысла нет. Водители рейсовых автобусов со всего края сегодня выяснили, кто самый быстрый. Коллективный труд объединил жителей села Верхний Юрт. Дорогу в переулки они отремонтировали сами. Клянусь быть верным Отечеству. 46 сочинских школьников сегодня вступили в ряды юнармии. В Сочи погасили марки серии «Легенды российского футбола». Среди героев – наш земляк. Слава Мэтре Вери! Первый в крае главный врач Краснодарской краевой больницы номер один Владимир Парханов стал академиком РАН. Главврач Краевой клинической больницы номер один – один из лучших докторов Кубани. Наш Владимир Парханов теперь в составе Российской академии наук. Первый в крае. Владимир Алексеевич, искренне поздравляю вас с этим достижением. Спасибо вам за вашу работу и за то, что вы у нас есть. Звание медика-академика сравнимо со званием героя, особенно в случае с Пархановым. Он спасает самое дорогое – человеческие жизни. Заветные шесть нулей. В крае завершилась уборка риса. Валовый сбор составил свыше одного миллиона тонн, а это на 81 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Подробнее наши краснодарские коллеги. С честью выполнено слово данной партии, родине, народу на 25-м съезде КПСС. Ныне Кубань стала не только зоной производства высококачественной пшеницы, но и крупным районом отечественного риса сеяния. Как и 35 лет назад, Кубань снова поставила рекорд за этот миллион. Теперь в рисохранилищах тогда, в далеком 1980 году, приблизиться к золотой цифре кубанским рисоводам, помогла республика Адыгея, которая входила в состав Краснодарского края. Последние семь лет региону каждый год не хватало совсем чуть-чуть, чтобы дойти до заветных шести нулей. Сегодня можно с уверенностью говорить, рекорд поставлен, планка взята. Валовый сбор даже превысил миллион на 26 тысяч тонн. Такого не было никогда. С рекордным урожаем рисоводов Кубани сегодня поздравил в своем микроблоге в твиттере глава региона Вениамин Кондратьев. Легендарный рубеж в один миллион тонн кубанского риса взят. Но этот рекорд был бы невозможен без помощи президента. Новые посевные площади стали настоящим подспорьем для наших аграриев. Это долгожданная победа и великая заслуга наших рисоводов. Низкий поклон за ваш труд. Лидерами уборки стали три района. Самая большая урожайность у Калининска – 83 центера с гектаром. В тройке – славянские и красноармейские районы. Это несмотря на капризы погоды. Погодные условия в виде дождя задержали уборку риса. Сыро, влажно, комбайны. Тяжело комбайном работать при такой погоде. Влажное зерно, большая. Мечта стала реальностью еще и благодаря новым землям в Тимрюхском районе. После распада Советского Союза площади перешли предприятиям, которые в начале 2000-х обанкротились. В итоге 10 тысяч гектаров земли оказались брошены. Несколько лет они простояли без дела. На проблему вовремя обратил внимание глава региона Вениамин Кондратьев. Он поднял вопрос о передаче рисовых систем краю на федеральном уровне. Инициативу губернатора поддержал президент. Переданы из федеральной собственности в краевую собственность два предприятия «Светлый путь» и «Красный октябрь», где были произведены посевы риса. И как раз они нам дали возможность получить этот заветный миллион тонн кубанского риса. Почти 20 тысяч тонн, которых не хватало, мы собрали именно с этих полей. Краснодарский край сегодня основной регион по производству риса. На Кубани выращивает 80% российского белого золота. А флагманом рисоводства страны по праву называют кубанский в НИИ. Благодаря богатому научному опыту и современным лабораториям институт может стать лидером селекции и семеноводства риса в мире. Сегодня поля в регионе засеяны только кубанскими сортами белого зерна. Более 50 сортов допущены к использованию российской селекции. Более 30 – это сорта нашего института, сорта института риса. Наиболее распространены сорта рапан, флагман. Однако в последние годы у нас уже приняты к использованию новые сорта риса, короткозерные. И длиннозерные сорта, и среднезерные сорта. Останавливаться на достигнутом аграрии не собираются. В следующем году в крае планируется ввести дополнительно около полутора тысяч гектаров плантаций. Впервые в постсоветской истории в Красноармейском районе построят новые рисовые системы. Вопрос о предоставлении земли уже решается. И значит, в будущем белого золота Кубани станет еще больше. Элина Касабова, Анжелика Ефимова, Игорь Звенаревский, Кубань-24. Общественный транспорт вышел на трассу Сочи-автодрома. Сегодня впервые состоялось первенство Краснодарского края по автомногоборью среди водителей рейсовых автобусов. Для чего нужно такое соревнование и кто признан лучшим, расскажет Татьяна Говоркова. На Сочи-автодроме собрались водители из 17 муниципальных образований Краснодарского края. Это опытные шоферы, за плечами которых большой стаж. Вот только сейчас вместо привычного рабочего автобуса им предстоит сесть в кресло абсолютно новой машины. Есть автобусы, у которых коробка передач автомат, есть коробка передач, которая механика. Соответственно, для того, чтобы всем предоставить равные возможности в этом отношении, во-первых, будет две категории. Категории малый класс – это автобусы класса Hyundai, Gazelle, те, которые работают и представлены во многих муниципалитетах. Это, соответственно, один класс, по которому будет квалификация проходить. Ну и, соответственно, будет добран лучший водитель в этой квалификации. И второе автобусы среднего класса – это те, которые работают на базах 206, на базах. Это тоже большая часть, скажем, коллектива краевого, который работает на этих автобусах уже у себя в муниципалитетах. Константин Ткаличев работает водителем рейсового автобуса уже 8 лет, но впервые сел за автомат. Тем не менее, этот факт его, как представителя династии водителей, абсолютно не пугает. Ничего сложного, просто, как сказать, это дано или не дано. У меня отец работал на автобусе, оттуда пошло все. Это, как сказать, семейная у нас традиция уже на автобусах работать. Ну поэтому, ну а победить сюда, каждый солдат готов стать генералом, так же и мы на первое место всегда готовы. Задор на победу был у всех участников. Соревнования начались с показательного проезда по Королевской гоночной трассе, но не всем удалось погонять по знаменитым поворотам. Кому-то пришлось побывать в роли пассажира и смотреть на мелькающие за окном олимпийские достопримечательности. А вот Владимиру Расторгуеву из Новороссийска повезло. Трассу оценил по достоинству. Шикарная трасса. Если все такие дороги были у нас в крае, вообще было прекрасно. Азарт, конкуренция, конечно. Ну, в принципе, мы друг друга знаем все и знаем, кто что нашел с пособием. Прежде чем показывать свои возможности, водители прошли медкомиссию и тесты на знание правил дорожного движения. После этого этапа из 60 участников в конкурсу были допущены только 44. Первый конкурс – скоростное маневрирование и комфортная езда. Ни для кого не новость, что иногда водители рейсовых автобусов любят посоревноваться друг с другом на городских дорогах. И по понятным причинам пассажирам такой драйв не по вкусу. Здесь же на трассе Сочи-автодрома водители могут проявить мастерство своей филигранной езды и побороться за звание лучшего в Краснодарском крае. Ну, а пассажирам остается только наблюдать за этим великолепным зрелищем. Болельщики наблюдали за соревнованиями с главной трибуны, вход на которую был свободный. А водители выполняли конкурсные упражнения на разных видах общественного транспорта быстро, но четко. Каждая упавшая фишка – штрафной бал. И если со змейкой и заездом в бокс многие справлялись, то вот со вторым испытанием пришлось посложнее. В салоне находился контейнер с отмеченным уровнем воды. Задача, чтобы ее выплеснулось как можно меньше. Именно такие задания покажут мастерство водителя. От мастерства водителя зависит безопасность, качество услуг. Поэтому здесь все это в комплексе рассматривается. Чтобы наши люди, те, кто пользуются общественным транспортом, понимали и осознавали то, что их поездки будут безопасными. Оценивали конкурсы профессионалы и сотрудники Сочи автодрома. Лучший результат, по их мнению, в малом классе показал сочинец Андрей Муселимян. А в среднем классе лидировал Станислав Радченко из Новороссийска. Победителям достались ценные призы и кубок, которые вновь разыграют в следующем году. А зрители смогли также увидеть показательные выступления спецроты ГИБДД и стандрайдеров. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Но не всегда быстрая езда приносит радость. Снова авария в Дагомысе. Накануне на пересечении Батумского шоссе и улицы Российской столкнулись газели и легковой автомобиль. На камере видеонаблюдения заметно, что водитель автомобиля с правым рулем, выезжая с Российской на шоссе, не замечает идущую по крайней левой газель. Как результат столкновения машины могло бы выбросить на встречную полосу, но тут среагировал водитель газели. Правый руль спас женщину-водителя легковушки от травм. Тем не менее, другие участники движения оперативно оказали первую помощь, отсоединили аккумулятор и помогли выбраться из салона. Завершился ремонт дороги в переулке Совхозной села Верхний Йорт. Это стало возможным благодаря инициативе местных жителей при поддержке администрации сельского округа и депутатского корпуса. Ко дню города получился такой совместный подарок для селян. В середине сентября инициативные жители решили, что пора выходить из своих домов и сообща решать вопросы села. А в первую очередь волновало дорожное покрытие определенного участка переулка Совхозной. Это достаточно узкая дорога, по которой было сложно подниматься в гору. На ее ремонт помощи, оказанной администрацией сельского округа и местными депутатами, было недостаточно. И тогда инициативные люди буквально вышли на дорогу и каждому водителю объясняли, необходимо собрать дополнительные средства, кто сколько может, и работа закипела. 125 кубов бетона, сетка армирующая ушла, сделали ливневку, последнюю сегодня доделываем. Поэтому это будет качественное бетонное полотно, которое прослужит долго. Мы надеемся, что все жители увидят и ощутят результат, и мы много лет будем пользоваться отличной дорогой. У нас дома никого не было, пока шел ремонт. Дети сами себе были предоставлены. Я собирала деньги, мы собирали деньги, мужья наши работали. Вечером собирались, обсуждали работу, проделали, планировали следующий рабочий выходной. Признаются, такой труд объединил сельчан, и было даже интересно. Среди жителей нашлись и мастера дорожных работ. Независимо от своей основной занятости, здесь на дороге были все равны. Все делали качественно, не спеша. Сегодня заливали бетон уже на последнем участке дороги. Инициативные, активные, и люди, которые небезразличны к тому, к своему быту, к своему городу, к своему району. Поэтому таким людям с желанием помогаешь. И сегодня же в завершении большой и очень важной для жителей села работы глава Барановского сельского округа пригласил общественников, чтобы вручить им благодарственные письма за неравнодушие и за ответственное отношение к делу. У нас около 20 переулков, которые, естественно, не включены ни в какую карту автомобильных дорог города Сочи. И являются так называемыми межквартальными проездами. Мы даже на них, по большому счету, бюджетные деньги тратить не можем на данный момент. Хотя с депутатами проговариваем, как это изменить. И вот именно в таких местах приходится заливать бетон, вкладывать асфальт только сообща. То есть совместно с населением, с участием частных пожертвований, коммерсантов, депутатов. Уже за чашкой чая обсуждали, как удалось за достаточно короткое время организоваться и решить давнюю проблему. Но поскольку глаза горят от удавшейся работы, а сил еще много, тут же запланировали следующий этап. Там, в горах, создать для своих детей условия для отдыха. По уже имеющемуся общественному опыту будут строить в верхнем юрте детскую площадку. Елена Авсецина, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. У сотрудников Южного поисково-спасательного отряда МЧС начались сборы по десантной подготовке. Сегодня спасатели Крымского, Адыгейского и Туапсинского филиалов отрабатывали спуски и подъемы на вертолете Ми-8. Специально для сборов в Сочи из Ростова прибыл и вертолет Ми-8. Беспарашютное десантирование спасатели оттачивают именно с его борта. Отрабатывают сотрудники МЧС и взаимодействие с экипажем вертолета, а также практикуются в подъеме на борт пострадавшего. Спасатели должны быть готовы к разным условиям. У нас горный район и, скажем так, процентов 70 нашей работы в горах – это именно перевозка и транспортировка вертолета. А сесть не везде получается вертолет, поэтому приходится работать именно с помощью подъемных устройств. Десантирование отрабатывают как сами спасатели, так и медики с кинологами. Всего участия в сборах принимает 30 человек. Крайний раз мы эвакуировали из Фишта-Аштеновского массива пострадавшего с перевозом ноги. Без вертолета просто бы никак. И такие работы, следовательно, необходимы, потому что нужна практика, практика, еще раз практика. Сегодня спасатели оттачивали мастерство на ровной площадке. Завтра условия будут максимально приближены к реальным. Сборы пройдут в горно-лесистой местности и над рекой. 46 сочинских школьников сегодня вступили в ряды юно-армии. Это Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное по инициативе Минобороны страны. Торжественное мероприятие состоялось на мемориале воинской славы в завокзальном районе. Расскажет Ольга Десятого. Этим 46 школьникам доверена самая почетная миссия – первыми в Сочи вступить в ряды юно-армии. Это Всероссийское военно-патриотическое движение было создано год назад по инициативе Минобороны страны и при поддержке президента. Сегодня региональные штабы уже открыты в 85 субъектах России. Такое теперь есть и в Сочи. Сегодня мы приняли 46 школьников из шести образовательных организаций. Это ребята, которые несут вахту памяти, пост номер один. Это участники военно-патриотических клубов «Патриоты России». Церемония проходит в торжественной обстановке. Один из главных моментов – школьники приносят клятву юно-армейца. Я вступаю в ряды юно-армии перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юно-армейскому братству. Клянусь! Клянусь! Первым юно-армейцам вручают соответствующие удостоверения и знаки отличия. Кстати, в их числе не только юноши, но и девушки. Ведь членом этого движения может стать любой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд. Это большая честь для нас была вступить в юную армию, потому что я думаю, что в жизни, в дальнейшем она мне пригодится. Я сейчас являюсь членом клубов «Патриоты России», а в дальнейшем хочу стать военным инженером. В Воронеже уже решил, после 11-го туда поступаю, в академию. Теперь в свободное от учебы время юно-армейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, участвовать в патриотических акциях и военно-спортивных мероприятиях. Чем будет заниматься юно-армия? Ну, во-первых, подготовка, естественно, наших юношей, а может быть и девушек к службе в армии. Для этого будут проходить различные военно-патриотические мероприятия. Второе направление – это военно-историческая работа. Этим тоже будет заниматься юно-армия. В частности, будут принимать участие в подготовке документов по восстановлению исторической памяти. Сегодня по всей стране к юно-армейскому движению уже присоединилось 26 тысяч школьников. И эта цифра будет только расти. Так уже 18 ноября в Сочи в ряды юно-армии вступит очередная группа юных патриотов своей страны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи торжественно погасили новые почтовые марки серии «Легенды российского футбола». Филателлистические миниатюры выпущены в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. А посвящены они знаменитым советским футболистам, среди которых и сочинец Слава Метревели. Церемония огошения специальным штемпелем первого дня новых российских марок и серии «Легенды российского футбола» состоялась в торжественной обстановке. Главным участником мероприятия стал сын прославленного сочинца и одного из лучших отечественных форвардов Сергей Славович Метревели. Безусловно, это для меня большое очень событие. Я считаю, что это не должно закончиться этой серией, а должны еще быть серии такие, которые прославляли бы наш спорт, наших спортсменов. Не только футболистов, олимпийцев, хоккеистов, всех, кто делал историю нашего спорта. И я директор по проведению спортивных мероприятий федерации. Вот, тем более мне вдвойне радостно. Вместе со Славой Метревели на новых марках Виктор Банников, Константин Бесков, Николай Латышев, Николай Морозов, Игорь Нетто и Галимзян Хусаинов. Портреты всех этих прославленных спортсменов сегодняшнего дня разлетятся по всему миру. Первый же конверт с маркой и автографом Сергея Метревели достался юному футболисту, победителю спортивного конкурса. Ребята должны знать своих прославленных земляков и равняться на них, подчеркнул сын легендарного футболиста. Отметил Сергей Славович и то, что его отец такой чести заслужил своей беззаветной любовью к футболу и, разумеется, прекрасной игрой за сборную команду СССР. Это 48 матчей и 11 голов. К слову, теперь память о Славе Метревеле будет храниться не только в названии центрального стадиона курорта. Для того, чтобы популяризировать наш город Сочи, нашу историю, нашу память, по заказу Почты России изготовлен постоянный штемпель, на нем будет выбито стадион имени Славы Метревели, который будет находиться на почтампе и любое отправление, которое будет уходить за пределы, либо внутри города, за пределы Российской Федерации. И этим специальным штемпелем можно каждое отправление отметить. Церемония гашения новых почтовых марок серии «Легенды российского футбола», выпущенных к Мундиалю-2018, сегодня единовременно состоялась в 11 городах страны. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сегодня сочинские школьники приняли участие в квест-игре. Мероприятие приурочили ко Дню Черного моря. Его во всем мире, в том числе и в Сочи, будут отмечать 31 октября. Увлекательный квест прошел на территории эколого-биологического центра в рамках международного проекта «Эмблас». За ходом игры наблюдала наша съемочная группа. Защита моря для эколого-биологического центра – тема особая. Ну а к Международному дню Черного моря, который будет отмечаться 31 октября, здесь всегда готовятся и проводят в его рамках много мероприятий. Например, вот такую выставку. Нам всегда интересны все вопросы, которые касаются изучения природы, экологического состояния того места, где мы проживаем. То есть нашего города, ну и, естественно, нашего города, природы города и моря непосредственно. Ну а сегодня в программе увлекательная квест-игра «Черное море». Какая следующая сторона лежит на пути нашего путешественника? Так, у нас была Констанция. На один день территория эколого-биологического центра превратилась в Причерноморье. Заявки на участие подали семь школ. Каждая из команд получила соответствующую карту. Вопросы задавало специальное интернет-приложение. Задача юных исследователей – искать подсказки, привязанные к городам Черноморского региона, участвовать в экспериментах и отвечать на вопросы по истории и экологии моря. Квест-игру провели в рамках международной программы «Эмблас». Эта программа по улучшению качества мониторинга экологического состояния Черного моря. Она состоит из двух частей. Первое – это, собственно говоря, научная работа. Ученые в рейсах проводят большое количество исследований. И флоры, и фауны, качество вод. Второе – это популяризация знаний и тех данных, которые ученые получают, до населения стран, участниц программы. Экологическое просвещение детей – это одно из приоритетных направлений программы «Эмблас». А еще внедрение мировых научных методик в детские практики. Так, в сентябре ребята выезжали на побережье Лао и изучали экологию моря через флору и фауну и анализ собранного мусора. Такие же акции параллельно прошли в Грузии и на Украине, в странах, где также реализуется программа «Эмблас». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. А всего вам самого доброго. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...